Здравствуйте! С вами Анатолий Исаев, чё-то меня давно не было. И сегодня у нас Джиги. Джиги-джиги. Их обе написал Билли Маккомиски, которому я, а если вам нравится моё творчество, то и вы, обязан своему нахождению в поле ирландской музыки, поскольку одно время я по-серьёзному раздумывал из него выйти. Но в один счастливый день я услышал трек сольного альбома Билли, и меня цепануло так, что я понял, почему вот так вот играть. Вот так вот. Вот так вот. Ну и поехавшим в Ирландию, как редкий заморский гость, оказываясь на одной сцене с кем. Именно. Естественно, прошу своего кумира со мной позаниматься, наставить, так сказать, на путь. Ну, Билли дал мне шанс, который я благополучно про**ал, застряв на соревнованиях по Ислу. Возможно, какой-нибудь специалист мозговед, радостно потирая лапки, сказал мне, «О, это у вас, батенька, сопротивление и переменам». Да. Так или иначе, когда я примечался в гостинусу, Билли там уже не было. Как выяснилось впоследствии, он был несколько уязвлён моим поступком. Но когда он набирал новую пачку учеников, он дал мне ещё один шанс, который я уже не упустил. Итак, первый джиг называется «Pure Timing». Это был, собственно, один из первых тюнов, которые я у Билли перенял. Второй же зовётся «The Independent». Так случилось, что у нас масса поклонников ирландской культуры также близко к сердцу принимают её всякие исторические и политические перипетии. И если в названии или в тексте пьесы или песни появляется что-нибудь про независимость, они это воспринимают крайне духоподъёмным. Так вот, в данном случае «The Independent» — это просто название станции метро. А, между прочим, серьёзно популярны у нас «Хорнпайп. Права человека. The Rights of Man». Как раз написан по поводу борьбы за эти самые права в очень локальном масштабе, а именно в отдельно взятой семье, где жена была настолько авторитарна и сварлива, что муж выразил своё недовольство вот таким вот образом. Возможно, другого у него просто не было. Ну и опять напоминаю, как-нибудь выражайте свою реакцию на просмотренное. Это крайне полезно, если только не входит в противоречие с Уголовным кодексом, да и со здравым смыслом. Приятного просмотра. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok